Добрый день! Сегодня 21 августа 2024 года. Сегодня день рождения моей подруги, еще со студенческих времен. И она чего-то трубочку не поднимает. Может быть, не только интернет там. Не самый лучший, потому как у меня вот два раза сорвалась встреча по поводу моих чаш. Я вам рассказывала про Алексея, вот и подругу не поздравила. Но зато я хочу начать ролик про покупки подарки. Мы с девушкой пошиппинговались, с внучкой моей пошиппинговались. И зашли в магазинчик, в котором есть Диор. И мне надо свежую пудру. И вот, что они нам предложили. Смотрите, какая красота! Такой красивый футляр. И давно-давно Диора не брала. У нас здесь будет зеркало. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот так я записываю. Смотрите, все в зеркало видно. Здесь, ну, как обычно, вот такая штучечка. Но они ее отделили не просто пленочкой, а отдельным таким местечком. И тут уже наша пудра. Причем они мне показывали, что пудра эта... Ага, вот она. Пудра эта. Она там под сеточкой, чтобы нечаянно, случайно не выпасть. Ой, какой шок, какая красота! Давно Диор не попадался. У нас не во всех магазинах есть этот отдел. Ну вот, слава богу, ребенок захотел покататься на лесенке чудесинки. Спасибо, внучка. Бабушка купила себе подарок. Там нам выдали подарок. Тоже от Диора, естественно. Это когда-то были любимые духи моей подруги. Не знаю, сейчас любимые или нет. Ну, вот такую малепусечку я с собой в дорогу иногда беру. Кроме того, ребенку понравилось шопинговаться. Нам там делали мейкап. И мне и ей мы перед зеркалом сидели. Насладились. И мимо идем. Магазин Диллардс. Когда-то мой любимый. У меня их есть карточка, но я не хочу ее обновлять. Потому что сейчас редко-редко в Диллардс езжу. Когда-то я там закупалась. Когда-то ничего не надо. Мы в Диллардсе постоянно есть распродажа обуви. И самая большая распродажа 1 января. И тогда, когда мы не уезжали далеко встречать Новый год, мы ходили 1 января непременно какую-то обувь купить. А в этот раз я купила вот такие вот лодочки. Смотрите, какая красота. Какая красота. Фирма J.R.I., я думаю. Я даже не знаю, что это за фирма. Но я уже теперь стараюсь на каблуках не брать. Конечно, мой взгляд все еще привлекает красивые туфли на каблуках. Но вот так вот будет или не будет видно. Вот эта сеточка. Вот видите, вот эта сеточка сбоку. Чтобы еще ножка дышала там. Они достаточно удобные. Немножечко твердоватые. Вот тут немножечко твердоватые. Но я взяла восьмой размер. У меня от седьмого до восьмого. Вот самые большие. То есть на сегодняшний день. Вот такие у меня узкая ножка. Хорошая. Здесь медиум. Вот такие шикарные. А, надо же про цену рассказать. Они, естественно, были на скидке. Смотрите, стоили они 109. А я купила за 38. Ну, с процентами нашими, с торговой наценкой, 40 долларов. Получились вот эти туфли. Обалдеть. Вот такая неземная красота. Смотрите, чего. Лэд надо мной. Хочешь? Ну, конечно, блестященькая. Ну, конечно, надо брать. Я уже их достану из коробки. Начну сначала дома разнашивать. А потом уже в люди выходить. И поскольку мы летим в самолете. У меня где-то есть носки, которые компрессионные, по-моему, их называют. Которые сдавливают ногу во время перелетов, особенно длинных. Это желательно. И я купила. Мне прислали три пары. Истему. Истему. Нефирменные. Вам надо фирменные. Ребята, если мне нужны носки вот такие. Гульфы, вернее, которые будут сдавливать мою ногу. Мне не важно. Фирменные это нефирменные. Это у вас по этому поводу при бабахе. У меня по этому поводу при бабахах нет. И там три пары. Вот я себе зулим. И они у меня будут в запасе на всякие пожарные. Я их положу прямо в тот отдел, где у меня в поездку все лежит. С тем, чтобы их не забывать. Они у меня где-то есть, но я забываю. Но я по плотности сравнила их. Вот эти вот значительно более давящие. То есть, для того, чтобы ваши ножки работали в самолетик, надо вот такую штучку надевать. У меня она теперь есть. Вот такие. Мы молодцы. Мы готовимся к поездке. Скоро начну собираться. Может, вам про это показать? Скажите, пожалуйста. Кстати, я не обратила внимания, сколько стоит пудра. Потому что, ну, хорошая пудра, хороших фирм, она там от 34 до 45 долларов. У меня привычка не смотреть на цену. Шикарная привычка богатой женщины. То есть, если вы хотите богатеть, то не обращайте внимания на цену. Но поскольку у меня канал, я пошла, посмотрела в банке, сколько я заплатила. Вот эти туфли оказались значительно дешевле вот этой вот пудрочки. Вот за это заплатила 42 вместе с таксами. А за это заплатила 68 тоже вместе с таксами. Не знаю, сколько стоит. Там можно на страничке-то посмотреть. Могу найти онлайн. Ну, хорошая привычка не смотреть. Диор сто лет не было. Но у меня духи-то диоровские есть. Тушу я теперь пользуюсь трехкопеечных. Она мне лучше всего сразу. Чтобы еще из Диора взять. Помаду я теперь не беру. Даже не знаешь. Ну, вот пудру буду брать. Может быть, в следующий раз тональный крем возьму. Но у меня сейчас много-много чего-то накосило косой. Надо пользоваться. Когда закончится, тогда схожу у них. Возьму какую-нибудь такую штучку тоже. Можешьки-подарки. Здесь-то у меня даймонд точно. Есть в красном цвете. Просто вот эти вот капельки. Они чуть покрупнее. Я прямо сейчас достала, посмотрела на кроссовок. Ни одна не оторвалась. У меня они несколько лет. Но я не сильно спортивная девушка. Посему они у меня не так часто используются. Но в дорогу я их беру. И я не смогла мимо пройти. То есть вот она какая-то, Анна Клайн, наделала вот такую прямо легкую-легкую обувь. И мы заезжали в Норстром Рэг. Есть Норстром, а есть Норстром, в котором все идет с дискаунтом. Кстати, я когда работала, вернее, со мной когда работала, вот Танюша, наш психолог, она мне задавала вопрос. Голи, а ты любишь дискаунты? Я говорю, да безумно. В этой стране все, все-все-все. С дискаунтом вплоть до того, что и банки говорят, будете карточкой пользоваться, вот столько вам кешбека. Где-то 3%, где-то 2%, где-то 6% даже есть. И эти башмачки, вот мне полная цена не видна. Но та, которая мне видна, они были когда-то 40 долларов без 3 копеек. Потом вот тут вот 2 красные, ой, я их вот тут оторвала. Вот тут 2 красные этикетки. То есть была какая-то цена, и сейчас их еще уценили. Я их купила за 20 долларов без 2 копеек. Смотрите, вот такая шикарная обувь. Юляшка говорит, мам, наверное, в Европе там погрязнее, чем у нас-то. Ты, наверное, будешь в грязной обуви ходить. Я говорю, ну, либо помой, либо выкину. Это никакая не беда. Мне самое главное, чтобы нога не уставала, чтобы мне было удобно ходить. И вот тут уже точно отбываешь и тапочки. Я, наверное, возьму еще кожаные кроссовочки на случай дождя. И зонтик не забыть положить с собой взять. А в этих буду в сухую погоду ходить. Там, где много ходить. И возьму сандалики, наверное, эковские. Тоже в них хорошо ходить. И нога открыта. Хотя там погода-то будет прям не самая жаркая. Можно было в августе уезжать. Я же в сентябре еду, потому что мы планировали с Лерри. А он почему-то выбрал конец сентября, начало октября. Это вот именно этот же район, который я сейчас еду. Я посмотрела, а у них прямо прохладненько в сентябре уже. Ну, ничего. Вот в кроссовочках буду ходить. За милую душу. Продолжаем запись покупки подарков. Мы через два дня буквально с Зуей летим в Европу. Муж мой отказался. Очень долго стеснялся мне это сказать. Потом я сама вопрос задала, что солнце, по-моему, тебе не хочется. Он сознался, что ему очень неуютно среди людей, которых он не понимает, которые разговаривают на других языках. Ему некомфортно, поэтому он предпочитает не ехать. Я так долго над ним хохотала. И до сих пор подцепляю, что тебе так не нравится находиться рядом с людьми, которые говорят на непонятном для тебя языке, и что ты даже в жёну выбрал того человека, который постоянно на каком-то непонятном языке разговаривает. Но у него тоже очень хорошее чувство юмора. И он поэтому говорит, а, так это я поэтому тебя-то чаще всего не понимаю. Да, видимо, поэтому, когда я говорю на непонятном языке, ты меня не понимаешь. Мы отвлеклись от темы. Я еду в Европу. Я сто лет не была в Европе. У меня, кстати, подруга сказала, что каждый раз, когда она едет в Россию, она ездит значительно чаще, чем я. Да, я-то ездила раз в три года, а теперь вообще не езжу. Она каждый раз заряжает в какую-то страну, а то и две. Я почему до этого не догадалась? Я вам сейчас подаю вот такую идею. Ну, не берите прямой самолёт. Берите самолёт так, чтобы ещё чего-то в этом мире посмотреть. Я не догадалась. Я туда напрямую, оттуда напрямую. Но мы очень много путешествовали здесь и продолжаем путешествовать по Америке. Тут есть что посмотреть. И многие американцы даже и паспорт никогда не получали, потому что им для того, чтобы поехать в Канаду и Мексику, паспорт не нужен был долгие годы. А по Америке, господи, мы все по travel license, по водительскому удостоверениям, и летаем, и ездим, и всё у нас замечательно. Поэтому и нет необходимости выезжать из страны. Ну, теперь вот надумала выехать, и я спрашиваю. То есть раньше-то я телефон, даже не знаю, как я там заряжала, я просто не помню, потому что телефон у меня был на тот момент, когда даже я к Петечке просто ездила, а это целых три раза я точно им там пользовалась как-то. Я спрашиваю, ребята, какое электричество, какие розетки? Ответ обычно у меня европейский. Говорю, ну какие европейские? Это сколько там чего? Слава богу, у меня родственники в Германии живут, и мне Лёшечка прислал, и какая розетка, и вилка какая. И сказал, всё как в России. И я когда спросила про сколько вольт или 230, то есть больше, чем в России, а у нас-то тут 120, и розетки-то у нас другие. Посему я побежала в магазин и купила в Волмарте, кстати, в отделе путешествия, там, где продаются чемодан, я купила вот такой адаптер. То есть он под все случаи жизни. Вот здесь нарисованы все наши вилочки. Оно такое открывается, и такое, и такое, и такое. Всё, что хотите, оно тут откроется. Сейчас я его сам открою. Чего же вам картинки-то показывать? Вот сюда я буду втыкать свою штучку для того, чтобы зарядить телефон и компьютер. Я беру с собой лэптоп, я не буду брать таблетку и играть, мы с Жюлей будем разговаривать, а лэптопчик я с собой возьму, его всё равно надо заряжать. И вот она европейская, вот она европейская розетка. Но нам другого не надо, я уже сейчас ломать не буду, потому что оно написано, что откуда-то чего-то появляется, понятия не имею. Но самое главное, что я вот так приеду, приеду. Вот тут чего-то такое и есть. Ладно, мне самое главное. Но они говорят, там и в Японии другие, и в Австралии другие. Вы там уже нам расскажете, когда мы куда-то поедем. И есть вот такая шикарная инструкция, как её пользоваться. Я её положу в чемоданчик, инструкцию, и эту штуку. А эту коробку я, естественно, брать не буду. Вот, Новая Зеландия. В Новой Зеландии есть. А это, смотрите, Британия, Ирландия, Африка, Гонконг и Сингапур. Вот надо вот такой третий какой-то открыть. Наша Америка, Япония и Карибы. То есть нам туда ничего не надо. В Японию можно не брать, всё у нас работает. А это Европа, Миддл-Ист, некоторые африканские, азиатские и Кариби. Ребята, ужас какой-то. То есть смотрите, когда говорят о том, что существует международное, как же его называют, организация, которая всем рулит и все беды творит. Но они бы точно смогли договориться, что брезетки хотя бы были во всех странах одинаковые. И самое главное для меня – измерение. То есть либо уже это мили везде, либо километры, либо килограммы. Ой, это просто ужас. Не могут договориться вот те тайные организации, которые всем миром заправляют, ребята. Продолжение следует. А с вами была Гарина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok